Морохобаровска поручил усилить меры безопасности на Павла Морозова и Пионерска. Это связано с тем, что в темное время суток пластиковые тумбы и сигнальные ленты становятся малозаметными. По информации пресс-службы городской администрации, также дано указание заняться благоустройством территории вдоль этих улиц. Необходимо убрать мусор, ликвидировать самовольно размещенную рекламу. Реконструкция дороги при благоприятных погодных условиях завершится к середине августа, что не может не радовать. А вот продолжение темы в материале Юлии Кабаковой. Латать не перелатать. 119 именно столько улиц отремонтировано в Хабаровске на сегодняшний день в этом году. Так совсем недавно на перекрестке Синельникова и Карломаркса был выполнен демонтаж железнодорожного переезда. Некогда важная составляющая работы завода «Даленергомаш» приносила немало дискомфорта и автолюбителям, и пользователям общественного транспорта. В час пик дорога на работу или домой скорее напоминала историю о кролике и черепахе. Конечно, полностью проблему заторов ликвидация путей не решила, но результат, как говорится, налицо. Как и стоило полагать, в первую очередь были отремонтированы магистрали с наиболее высокой интенсивностью движения. Иные же дороги пока остаются в тени и в ямах. Да мне не нравятся Пионерская все пока. Хотя говорят, что будет хорошая дорога, но не знаю. Центральную вроде сделали, а во дворах такие второсепенные дороги. Вспоминайте, какая была Краснореченская, начиная от Суворова и сюда ближе. Сейчас ее подделали. Много сделали участков на проспекте 6 октября, поэтому там сделали по Пионерской. Но сейчас, правда, там реконструкция улицы идет. Ну, доделается. И то верно. На данный момент прокатиться с ветерком по Пионерской едва ли удастся. Разогнаться не позволят ни торчащие колодцы, ни плотный поток машин. В связи с масштабными восстановительными работами дорожники перекрыли полосу на одном из участков дороги. Мы на ней проводим аварийно-восстановительные работы после масштабного наводнения 2013 года. Улица разрушена на протяжении 7 километров 700 метров. В настоящий момент мы произвели все работы, то есть заменили основание, ослабленное, восстановили тротуар, возможно, восстановили зеленые насаждения на половине улицы. Сейчас полным ходом идет укладка верхнего слоя асфальтобетона, того самого, благодаря которому выпирающие препятствия вскоре сравняют с землей. Однако до наступления момента окончания всех работ придется запастись терпением. Юлия Кабакова, Денис Лесников. Для программы «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова